Привет, друзья! Второй выпуск Ответы на вопросы Подписчиков канала и группы Будни Тракториста Понравился мне снимать В общем-то ответы В кабине автомобиля КамАЗ В общем-то спокойно, тихо Никто не мешает, укромно так Спрятается на всех называется Да, приехал после работы В принципе, чисто поснимать Скажу, что ответы можете задавать Как и на ютубе В комментариях под видео Так и Да, желательно Желательно в Вконтакте, в группе Будни Тракторист Ссылка будет в описании Так что, друзья Обращайте внимание То, что ответы могут повторяться Проверяете Не задавал ли кто-то этот вопрос Уже до вас Либо не отвечал ли я В предыдущем видео на них Ну, в принципе Можно начать Вопрос номер один Спрашивает Игорь Дуда Знает ли начальник О твоих съемках Если да, то Как относится В общем-то Начальник о моих Видео съемках Не знает Но если только косвенно Кто-то ему говорил Я Особо не афиширую это Почему? Потому что неохота Показаться бездельником Бегущим с видеокамерой Вообще Как-то неприводно-то у нас Бездельничать Всегда Принято быть При деле Да как-то это правильно Когда Лет чем-то занято И Все-таки отработают Свои деньги Работают Они Действительно Занимаются ерундой Поэтому даже Бегая из камеры Я это пытаюсь Одной рукой Что-то где-то Помогать Подсобить Не знает Ну, узнает В принципе Ничего плохого Я думаю Не делаю Не делаю Хозяйство С плохой стороны Не показываю Не показываю Всегда Был рад Блин Помочь В чем-то Всегда Старался Не подвести Начальника В каких-то планах Никогда Не отказывался Работать В выходные Там Допоздна То есть Не отказывался Работать На какой-то технике То есть Я всегда соглашался Поэтому Не думаю Что Между мной И начальником Вся какая-то проблема В съемке Видеороликов Думаю Так Ребят Второй вопрос Максим Паймолов Спрашивает Что будет С твоим ЮМЗ Да в принципе Я думаю Пока что Ничего с ним Не будет Стоит он укромно В уголке И стоит Работы на нем Никто не будет Это ясное дело Кроме меня Ну Сейчас техники Прибавилось С приходом Второго хозяйства Поэтому В принципе Пока же Я думаю Не будет Использовать Списки Я думаю Пока тоже Нет смысла В принципе Не такой он Уже затратный Какой трактор Чтобы списать Там Чтобы он на балансе Не числился Да думаю Приходится еще ЮМЗ когда-нибудь Так что Друзья Не переживайте С ЮМЗ все будет Пока что нормально Третий вопрос Алексей Ильин спрашивает После выплаты долгов Вы снова станете Отдельным хозяйством Или все же Продолжите трудиться Как одно целое Ну Алексей Ну в принципе Как так Взять Помочь Хозяйству банкрота Погасить все долги Да А потом его отпустить На вольные хлеба Ну это пример Такая ситуация Что возникла С одним Полуостровом Соседей у государства То есть опять-таки Это что значит Мы возьмем Поможем людям Вложим в них Пелосальные деньги А потом опять отдадим Конечно нет Почему Это Нажито по сильным трудам Вложены деньги Большие Достаточно Опять-таки Нет Скорее Все так и останется Как и было В принципе Будем трудиться вместе А потом уже посмотрим Как будет Четвертый вопрос Дмитрий Лебедев Спрашивает А почему Вы не заготавливаете Сенаж Его можно Также продавать Дмитрий В принципе Продавать то можно Где-то Но я как упоминал В предыдущем Видео ответе То что В хозяйстве осталось Ну примерно Где-то три Животноводческих Хозяйства Которые занимаются Выращиванием Каких-либо там Животных Там Скотину держат Сейчас в принципе У нас еще строится В В одном из Сел Козья ферма На Большие деньги вложены Но пока Что-то дело затихло Ну опять-таки Сенаж Это лишняя техника Это лишние Люди Это лишние Зарплаты Лишний геморрой Опять-таки Нет Хозяйство привыкло Держать такие Средненькие Такие маленькие Оборотики В принципе Всем хватает Нас немного Нам Вполне Все Развиваемся Все дело В спросе Спрос рождает Предложение Это рыночная экономика Это все понятно Есть спрос Есть продолжение Есть спрос на рож Мы сеем рож Появился Спрос на рапс Его хорошо покупают Мы сеем Рапс Опять-таки Сейчас я сею Подсолнух Например У нас много Подсолнух Бросили скидать Ну блин Опять-таки Подсолнух Такая уж культура Она поздняя Опять-таки Какие-то уже Несостыковочки Получаются Нет То есть И наш Это все-таки Немножко Не та Специфика Не занимаемся И не думаем Что когда-то будет Вообще Курс Выбран Один Следующий вопрос Вячеслав Бауэр Спрашивает Ваше хозяйство Не планирует Построить Нормальную Мастерскую Да все бы Хорошо бы Наше хозяйство Планировало Блин До этого Построить Вообще Зав Ну Зав 40 Небольшой Зав Блин Понимаете Ребят Что я показывал Три мастерские Вот эта мастерская За моей спиной Которая Простор Которую мы Подметали В первом видео Мы ее приобрели В том году За большие деньги Она Прямо Впритык К нашей территории Мы около ее Стенки ставим Технику Она не наша была Она дальше Дорожная Она приватизированная Была частная Мастерская Ее купили Купили Раз Мы ее покрыли Все Обделали в том году Стенки Вложили с нее Она вышла В копейку Потом Она была мастерская Там была смотровая яма Там были построены Два Помещения С верстаками Но Ну вот что такое Мастерская Допустим Опять таки Она не отапливаемая Она здоровая Ее надо отапливать Опять таки Вот Ну зиму мы не работаем Ребят Понимаете Не работаем зиму Ну давайте ее сделаем Отапливаем Будем все работать зимой Опять таки Как начальник скажет Ну что это за ремонт Зимой Никто по нормальному технику Зимой не ремонтирует Понимаете Никто ее не будет По нормальному чинить Никто ее не проверит По нормальному Он побывал в колхозе Они вышли из колхоза И начали это дело с нуля Поэтому хотели мы мастерскую В будущем сделать На углу Ангара бывшей мастерской Есть помещение, где были токарные станки Мы планировали его поднять выше Сделать такой мини-бокс Под одну технику Под один трактор Чтобы входил Т-150К Мы его чинили Яму планировали Но бац Второе хозяйство Нас она как-то поджала И опять-таки Вот эти все склады В седьмом году я пришел работать сюда Пришел на практику Ничего не было Я пришел на вторую практику В восьмом году Я попал на строительство полукруглого ангара Потом В этот квадратный ангар Я уже пришел к официальной работе Тоже устроили То есть мы вот В период Наверное с восьмого года Уже Построили Фактически Вот три Помещения под зернохранилищ Так что я думаю Хотя все равно развивается Я думаю Так что Планируем Планируем Не нормально Но такую мини-мастерскую планировали В принципе Александр Снитко спрашивает Сергей Как ты учился в школе Да блин Да хреново я учил в школе Я ее просто похищал Фактически Поэтому Что Зайдите на ютуб Я блин Ошибаюсь постоянно В Написании Всяких там Названиях видео Блин Я ошибки там делаю Такие Обычно еще Не за внимательности делаю Не то что Прям Не знаю Тороплюсь И вечером Ну в общем Все равно Хорошо я учился Только в технаре А в школе Я учился Не очень Трошник Я Закоренял трошник Ну посещение было отлично Я ходил каждый день Мне Была Мама Запрещала Не посещать школу И контролировала Это строжайшим образом Она посещала Все религиозное собрание Пускай я был трошником Но посещение было стопроцентное Седьмой вопрос Тут у меня вот Паша Плужников спрашивает Сергей В Новодеревенском районе Бываешь? В Олневске Например Или в Спешнево? Да Есть соседи у нас район Александр Невский Он называется поселок А район сам Новодеревенский В общем то В Спешнево я Не бываю И в Александр Невский нет Хотя в Александр Невске Мы частенько Гоняем МАЗы Там Есть сервис По ремонту грузовиков Я думаю Вы знаете Что там есть Такой сервис И еще в Спешневе Я например Можно сказать Что мой коллега Олег Леонидович Работал в свое время В хозяйстве В одном Ему там В принципе Нравилось Такое хорошее хозяйство Было Я не бываю Так Павел Кост Спрашивает Сергей Есть ли у вас В области Более крутые Хозяйства По технике И остальному Ну в области Область большая Ребят Конечно есть Есть такие Громадные Хозяйства Там Я сейчас Вот приведу Пример Есть Хозяйство Под названием ООО Авангард Это Я не знаю Это не просто Какой-то там Целый холдинг Какой-то Там вообще Мега предприятия Они занимаются Не знаю Помимо банальных Там культур Овощеводством Там И заканчивая Земляникой Вы понимаете Там Все Но опять-таки Там поддержка Идет с государственного уровня То есть там Откуда-то С небес Там С высоты Там Все это падает Все это сыпется Это блин Не от хорошей Такой жизни Блин Когда ты Взял с тяпкой Вышел И начал там Развиваться И через 20 лет Там тебе такое Нет ребята Там блин Все задавки Высокие Здесь правильно сказать Если хозяйство В районе Более сильное Есть Да у нас есть Хозяйство Там Такой же фермер В принципе Но опять-таки Есть у него И земли много И техника у него Там 50 на 50 Уже импортный Достаточно Дорогие Нью-Холл Там Джон Дир Комбайны Там Уже и класс У него Но опять-таки Там долги Такие Колоссальные У него Я не называю Имена Фамилии Не хочу Есть 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 Хозяйства Такие крупные Но опять-таки Все какие хозяйства У нас есть Крупные Малые В области Растеневодства То есть В плане Животноводства Нет То есть В районе Я имею ввиду Далее Андрей Поляков Спрашивает Какой комбайн Лучше Растельмаш Или Гомсельмаш Как вам Как Новый МАЗ 5550 Ну Растельмаш И Гомсельмаш Ну В общем-то Растельмаш Достаточно Старое Предприятие Сейчас Она Кстати Одно из Предприятий России Которое Вышло Кризисные Года 90-х То есть Ее не подмяли Она не вошла Ни в какой Холдинг Опять-таки Растельмаш И Мало того Они сейчас же Бюллер Наверное Бюллер Наверное Эти вот Канадские Трактора То есть Они купили Канадский Завод Растельмаш Опять-таки То есть Там техника Сейчас уже Немножко На другом уровне Но Опять-таки На примере Акроса Скажу Блин Комбайн С сырыми Комплектующими Блин Не знаю Как Ребят У нас Второй Акрос появился С новым Хозяйством Он Сырой Ребят Только сегодня Разговаривал С начальником По этому поводу Он считал 12 подшипников Просто В один Месяц За одну Уборочную У него полетело У него полетели Такие детали Которые полетели У нас Прямо Только вот Начали лететь На комбайне Дон 1500 Самый первый Скопнителем И он 2001 года Выпуска Ему 10 лет Там Какой 10 Уже Мне порадовал Мне порадовал Опять-таки С ихним Комбайном Полесье То есть Мне нравятся Они молодцы То есть Акрос С Полесьем Такие конкуренты Но вот Здорово Сделан Мощность Запас мощности Колоссальный Система очистки Так продумана Опять-таки Неплохой комбайн И вообще Гомсельмаш У него большое будущее Он тоже Насчитывает Свою историю Там Черная Когда еще Предсоветских времен То есть Я поддерживаю И Гомсельмаш Мне нравится И Росельмаш Опять-таки Если Росельмаш Не остановится На достиг Там будут Модернизировать То есть Опять-таки У них появится Еще что-то лучшее Я не спорю И Гомсельмаш Отличный Два конкурента Равный конкурент То есть В ним есть Чего друг другу Учиться Блин Мне нравится Насчет Маза 55-50 Что-то Ребят Не интересовался Так что Андрей Не могу сказать Больше По-то вторам То есть Опять-таки Судьба Составила Стать шофером Блин Моя душа Опять-таки В поле Кванчо Панчо Ник С Ютуба Много вопросов Тут я А если у тебя Личное хозяйство Или выгодно Зарабатывать деньги Купить Необходимые продукты Почему Техника Ченится на коленке Ни пневмоинструмента Ни склада запчастей Ни других Приспособлений Можем Можно взять А можно ли часть зарплаты Получить зерном В общем-то Вот так Ну давайте Если у тебя лично хозяйство Нет личного хозяйства Нет Блин В свое время Держали двух поросят Я помню Блин Еще жили на квартире Тогда еще дома не было Мне лично выгодно Заработать И купить Опять-таки Почему Потому что Сейчас Мало кто держит Скотину Опять-таки Ну для себя Можно вести Двух поросят Опять-таки Да Я работаю В сельском Хозяйстве Можно взять Часть зерном Без проблем Опять-таки Отвечу на последний вопрос Это Пожалуйста Бери Не хочу Можно кормить скотину Если хотеть для себя Можно Поросят Опять-таки Вести чуть больше Хозяйства Поселок у нас Более городского типа И уже Не деревня Понимаете Нет такого Лугов Пастбищ Там Что-то такого еще То есть Как-то Уже Проблематично Поэтому Мне проще Купить Чем Опять Поехать в деревню Там Купить То же самое Мясо По Значительно Это Дешевле Цене Чем На рынке Опять-таки Если вы хотите Там заработать На этом Опять-таки Нужно Торговать У нас самим То есть Вырастили Поросят Хотите Хорошенько Вот так Продать Так За хорошие Деньги Стойте Сами За прилавки Почему Техника Чиниться На коленке Нет Пневмоинструменты И прочее 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 Потому что Потому что Так чинится Я не знаю Ребят Пневмоинструмент Не колхоз У нас Понимаете Инструмент Есть В принципе Какой Нужен Он есть Блин Сверхфантастическую Ничего 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 Нам И не Нужно Нет Такого У нас Прям Супер 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 Ского Блин Что Здесь Техники Чтобы Можем Было Там Согласен Хорошо Иметь Там Крамбалку Опять-таки Опять-таки Возвращаясь К вопросу Об мастерской То есть Да Маленькую мастерскую Сейчас Сделали бы В принципе Было бы удобно А Так В принципе Неплохо Сейчас Прикупили Ребята Инструмент Есть Там Наборы Ключей Больших Трещоток Сейчас Вообще Классно С большими Головками То есть Работать Одно Удовольствие Было Потом И маленький Набор Есть Сейчас Инструмент Общаковский То есть Мы Им Пользуемся Следим Чтобы Там Все Это Хранилось Ячейки Есть То есть Мне Хватает Я Не Заморачиваемся По этому Поводу Блин Давайте Следующий Вопрос Павел Кост Опять Спрашивает Если Тебе Предложили Быть На Новый МТЗ 82 Или Трактор Т150 В общем Что Ты Выбрал Что Б Я Выбрал МТЗ 82 Отличный Трактор Блин Из Тех Тоже Тракторов Который Будет Выпускаться Еще Долго Я Думаю Потому Что Народный Трактор ХТЗ Серий Не 744 А Вот Эти Вот Я Попробовал На этом Поработать Я Привык Большим Машин Уже Все Вот Я Поездил На Зилу Потом Сел На Мазь Блин На Мазь Круто Он Большой Он Высокий На Нем Да Хоть Как Табуретка На Нем Сидишь Но Блин Круто Все Равно Круто Вот Камаз Сижу Вот Как Он Не Такой Низковатый Классный Мне Камаз Нравится Конечно Ну Вот Привык Все Не буду Зацикливаться Одно И то Повторять Не знаю Кто Евгений Сивков Спрашивает Если У вас В хозяйстве Трактора МТЗ 12-21 Пашти Или Ими Если да То Какими Плугами Есть у нас Трактор МТЗ 12-21 Пришел Он С нами Со вторым Хозяйством Отработал Ход Трактор Хороший Я уже Не раз Говорил В принципе Такой Крепкий Экономически Он Незатратный По Топливу Пахать Мы Пробовали Пахал Он Вместе Со Мной Видео Есть Где Мы Работали На Дом Поле С Чизелем ПЧ 2 И 5 Правда У нас Была Небольшая Глубина Около 15 Сантиметров Мы Разрушали Где-то Верхнюю Верхнюю Стернивую Корку Верхний Стернивый Слой Вообще Трактор МТЗ 12 21 Паш Тут В других Хозяйствах Я Знаю С С Простыми Навесными Полухами Оборотными Четырехкорпусными Как замена 365 Опять-таки Нормальный Трактор Вот и все Ну в принципе Друзья Все вопросы Которые Я отметил Я ответил Задавайте их еще С удовольствием Отвечу Есть интересный вопрос Который мне Действительно Понравилось На них отвечать Задавайте их Опять-таки В группе Вконтакте В теме Вопросы Для канала Будни Трактористы Продолжим Общение Подписывайтесь На канал Заходите В эту Группу Всего доброго Пока До новых Встреч На полях